Всех приветствую, вы на канале время нокаута, только самые свежие новости из мира ММА, поставь лайк, если тебе не сложно. Брат Хабиба Нурмагомедова, Абубакар Нурмагомедов узнал имя оппонента, с которым проведет бой 27 марта на турнире UFC 260. Им станет крепкий американец Джаред Гуден, у которого рекорд 17.5. Напомню, крайний бой Нурмагомедова состоялся в ноябре 19-го года, где он проиграл удушающим приемом в первом раунде Давиду Завади. А что касается Гуден, то он последний бой провел в ноябре 20-го года и тоже проиграл, уступив по очкам Алану Джубену. Американский претендент на титул легкого веса UFC Майкл Чендлер не прошел мимо поединка Ислама Махачева и Дрю Добера. По мнению Майкла, у Ислама абсолютно не яркий стиль боя. От имени UFC я хотел бы извиниться за это дагестанский Доксипин, написал боец в своем твиттере. Напомню, что Ислам победил Дрю Добера единогласным решением судей. Весь бой прошел в партре, чем и вызвало бурную реакцию у многих фанатов ММА. Иранский боец Мухаммад Хайбати, известный под прозвищем персидский дагестанец, заявил, что готов провести бой уже с бывшим чемпионом UFC Петром Яном. Хайбати остался недоволен недавним интервью Петра, в котором тот назвал его тупица и заявил, что не намерен с ним драться. В интервью Игорю Лазорину Хайбати поделился своим впечатлением от поединка Петра Яна и Алджамена Стерлинга. Полное интервью вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании. Слушай, но я так понимаю, судя по тому, что ты выложил в сториз, ты бой Стерлинга с Яном видел. Да, да, я это видел. Но, конечно, вот этот человек Стерлинг, правильно его имя? Стерлинг, да. Стерлинг, но как девушка, и как актер, знаешь, он хорошо играет, как актер. Но я думаю, знаешь, почему Петра так проиграл? Потому что он опять оскорбил меня и проиграл. Если он извинится передо мной, то реванчик будет выиграть. Я так думаю. А, все. От этого все зависит, да? Я понял. Оскорбил Перса, проиграл бой, да? Правильно? Да, Петр Стерлинг, но я видел он в интервью. Я уже видел его технику. Есть проблемы, я уже готов к литерации. Фу, опасное заявление. Он меня назвал твой, и он дальше хочет война, но я тоже дальше буду, как он. Но, знаешь, с Хабистом общался, поговорил, он согласился и обещал со мной будет бороться. Но потом вышел интервью и сказал, зачем так и оскорбил меня, но дальше, как он хочет война, война это будет всегда. Экс-чемпион Юси в двух дивизионах Генри Сихуде заявил о том, что жаждет возобновить карьеру ради поединка с новоспеченным чемпионом Юси в величайшем весе Алджамейном Стерлингом и экс-чемпионом в этом же весе Петром Яном. Выстраивайте в ряд Петра и Алджамейна. Я готов побить этих парней в один вечер. Я жажду побить их обоих. Следите за новостями. Тройной чемпион возвращается. Цитирую Сихуда и ESPN. Напомню, что прошедшие выходные Алджамейн отобрал титул у Яна, благодаря дисквалификации за запрещенный удар коленом в голову.